Великая Отечественная война породила множество историй подвигов советских солдат, в некоторые из которых верилось с трудом, настолько неправдоподобными они казались. Но тем сильнее было изумление, когда находились подтверждения этим нереальным фактам. Ничем не примечательные до 1941 года люди становились чем-то большим на поле боя, приводя товарищей в изумление, а врага в ужас своей неуязвимостью. Почему так происходило? Нет ответа этому загадочному феномену, присущему советским людям. Константин Дмитриевич родился еще в Царской России в 1901 году в Кузнецке, что в Томской области. В впечатлении и до Великой войны Шукшин получил предостаточно Первая мировая война, которую он застал ребенком, позже госпереворот, приведший к гражданской, где уже юноша окончательно решил для себя принять сторону красных и связать свою жизнь служению молодому советскому государству. Навыков, приобретенных в военные годы, хватило Константину Дмитриевичу для того, чтобы впоследствии в 1939 году его пригласили в Саратовское танковое училище на должность заместителя начальника по учебно-строевой подготовке. В войну 1941 года Шукшин встретил в звании подполковника, что позволило уже в самом начале военных действий принять командование над 96-м танковым полком 48-й танковой дивизии 22-й армии. Подразделение подполковника было направлено для участия в боевых действиях под город Великие Луки. Поначалу обстоятельства складывались в пользу подразделения Шукшина, но все пребывающее подкрепление противника привело таки к окружению отрядов. Положение становилось все более критичным. Танковые подразделения фашистов смыкались все плотнее над территорией, занятой подразделением Шукшина, методично уничтожая его. Несмотря на несколько прорывов, выйти из окружения советским воинам не удалось. Командир, лично участвовавший в битве, был ранен и захвачен немцами. Враги торжествовали. Этот советский командир лично пристрелил несколько фашистов, поэтому у фрицев руки чесались быстрее расправиться с подполковником, причем убить хотелось как можно более изощреннее. Одному из танкистов пришла в голову блестящая мысль, а не бросит ли командира на глазах его сослуживцев на дорогу, может он попадет под танк, который переломает ему все кости. Предложение было принято единогласно, и военного швырнули на дорогу. Но задумки фашистов не суждено было осуществиться. Пленные советские солдаты, шедшие следом, с болью в глазах подошли к Константину Дмитриевичу, и вдруг послышался слабый стон. Измученные лица озарились радостью, не обращая внимания на конвоиров, те, кто шел спереди, тут же нагнулись и подняли приходящего в себя командира. Сам Константин Дмитриевич, уже в послевоенных беседах с журналистами, этот эпизод, иначе как чудом, не называл. Пленные, среди которых оказался непонятным образом выживший Шукшин, были отправлены в концлагерь недалеко от Бельгии. На территории этого государства продолжали действовать различные промышленные предприятия, захваченные фашистами, где основной рабочей силой в военный период были заключенные. Константин Дмитриевич был изначально прикомандирован к работам в шахте вблизи Лимбурга. Он представлял собой довольно обширные угольные районы, включающие в себя также шахты Льежа и Намюра. Вместе с ним в этом районе трудилось огромное количество заключенных, среди которых только русских было более 6 тысяч военнопленных. Несмотря на жесткий контроль, постоянные облавы и проверки, с течением времени рабочие смогли объединиться в несколько подпольных ячеек, цель которых была организация побега. Шукшин незамедлительно вступил в одну из таких, и в скором времени, благодаря своему авторитету и легендарным слухам, история о танке дошла и дотуда возглавил ее. Удивительно, но отряд героя-подполковника смог даже наладить связь с бельгийским соединением, входящим в блок западного сопротивления. Именно с помощью него было решено совершить побег. Это удалось им не скоро, только в мае 1943 года. Однако, несмотря на то, что план побега был продуман до мелочей, плюс была оказана помощь извне, удачно покинуть территорию лагеря смогли только немногим более 30 человек. Константин Дмитриевич был в их числе. Беглецы прекрасно понимали, что в ближайшее время покинуть территорию Бельгии не смогут. Некоторое время группа Шукшина укрывалась в лесах, постоянно меняя свое место пребывания, пока совершенно случайно не столкнулись с коллегами по несчастью, а именно с отрядом таких же сбежавших пленных под руководством Ивана Афанасьевича Дядькина. Два командира тут же приняли решение объединить свои отряды, а общее руководство единым решением было отдано Константину Дмитриевичу. Своё новое подразделение Шукшин патриотично назвал «за родину». Понимая, что еще долго не предвидится случая вырваться из Бельгии, командиры решили отряд сформировать как партизанский. Шукшин знал, что работа с противником в тылу, всегда приносит пользу общему делу, поэтому с головой включился в разработку и осуществление диверсий. Таким образом, он решил мстить захватчикам. Блестящее управление отрядом привело к внушительным результатам. До октября 1944 года было уничтожено 842 солдат и офицеров противника, 53 агента гестапо, 24 грузовые автомашины, пущено под откос, 6 эшелонов с боевой техникой, взорвано 4 важных моста военного назначения, 18 складов боеприпасов и 12 контор по мобилизации молодежи. Потери бригады составили 21 человек. При этом Константин Дмитриевич не терял надежды каким-либо образом организовать возвращение в СССР. Дело это было долгим и трудным, но тем не менее увенчалось успехом. И в 1945 году партизанский отряд оказался в порту Одессы. Несмотря на немалый вклад отряда в общую победу и лично Константина Дмитриевича, по возвращении домой испытания для него не кончились. Буквально сразу же были организованы многочисленные проверки в отношении как самого командира, так и его подчиненных на предмет их безупречной службы. Сам Шукшин, хоть и с волнением, но при этом с полным пониманием относился ко всем этим действиям. Мудрый командир прекрасно понимал, что время было такое, что вернувшихся из-за границы даже с самым блестящим послужным списком обязательно подвергнут всевозможным проверкам. Это продолжалось несколько месяцев. Но вот все необходимые формальности были пройдены. Существенно сократила время положительная характеристика от генерала Вовченко, который лично не был знаком с Шукшиным, но, видимо, из донесений был в курсе существования его партизанской группы и тех дел, которыми она занималась. Константин Дмитриевич всегда с волнением в голосе рассказывал об этом во время своих бесед с репортерами. «Всю жизнь я буду помнить, что генерал Вовченко, даже не видевший меня после войны, охарактеризовал меня таким, каким знал по фронту. Такой отзыв в то время мог дать человек, веривший, что я не мог измениться за прошедшие четыре года и остался таким, как был». По результатам подполковник Шукшин был признан полностью невиновным, его многочисленные подвиги были отмечены Орденом Красного Знамени, а уже в 1967 году герой дождался своей высшей награды – Ордена Ленина. Перед празднованием 75-летия Великой Победы губернатору Саратовской области, где Шукшин преподавал в танковом училище, от депутатов Государственной Думы пришло предложение увековечить память легендарного подполковника. В то же время Константин Дмитриевич попал в список советских граждан и военных, которые сражались в одних рядах с европейскими группами сопротивления.